Развитие науки и культуры в условиях кризиса индустриального общества. В первой половине XX века западная цивилизация переживала серьезные испытания. Многие мыслители говорили о ее кризисе, который был связан не только с научным прогрессом, но и с Первой мировой войной, фашизмом, экономическим кризисом 1929-1933 года, колониальными вопросами. В данное время интеллектуальная среда переживала духовный кризис. Жители городов все активнее приобщались к потребительской культуре развлечений. В сложном положении оказалась и церковь, которая, опираясь на консервативные догматы, все же старалась приспособиться к современному миру. Целью занятия, посвященного изучению науки и культуры в межвоенное время, является определение особенностей развития литературы и искусства, а также знакомство с достижениями науки данного периода. Изучая содержание темы, мы выясним взаимосвязь научных достижений с жизнью людей, определим особенности модернизма в различных видах искусства. Обратите внимание на условные обозначения, которые помогут вам определить, какую информацию необходимо запомнить, какие задания нужно выполнить в тетради. Наука и культура Драматический опыт Первой мировой войны и новые технологии оказали огромное влияние на трансформацию как народной, так и элитарной культуры. В 1920-е годы радио превратилось в средство трансляции музыки, новостей и рекламы. Правительство США разрешило создать частное радиовещание, но в большинстве других государств радиовещание находилось в собственности государства и новое средство информации поиспользовалось в образовательных, культурных и пропагандистских целях. Новые технологии оказывали влияние на развитие других средств массовой информации – масс-медиа. Здесь также впереди были США, за которыми шла Европа. Увеличивались тиражи газет и журналов, привлекающих читателей сенсационными заголовками и фотографиями. Красочные объявления в газетах призывали потребителя приобретать новейшие товары. Недорогие граммофоны и патефоны позволяли даже семьям со средними доходами наслаждаться музыкой в своих домах, что раньше было привилегией богатых. Все более популярным становился кинематограф. Джаз, мультипликационные и гангстерские фильмы обрели известность на всех континентах, что свидетельствовало о возникновении глобальной массовой культуры. Подумайте, какую роль играли масс-медиа в межвоенное время, что в их деятельности остается актуальным в начале XXI века. Культура не только изменялась под влиянием технических достижений, но и благодаря открытиям в естественных и социальных науках. Среди множества теорий и открытий первых десятилетий XX века некоторые имели глобальные последствия. Революция в физике изменила все старые представления о природе. Планк открыл, что свет и энергия не образуют непрерывный поток, а излучаются в виде нейтральных элементарных частиц – квантов. Общая теория относительности Эйнштейна поставила под сомнение незымлемость ньютоновской физики. Согласно его теории, время, пространство и масса являются не фиксированными, а относительными величинами. Поставьте видео на паузу. Познакомьтесь с важнейшими открытиями и достижениями науки в межвоенное время. Запишите их в тетрадь. Результаты исследований в социальных науках бросили вызов викторианской морали, буржуазным ценностям и даже самой идее западноевропейского превосходства. Австрийский психиатр Фрейд создал теорию и технику психоанализа. Он выявил в человеческом сознании не только рациональное начало, но также скрытые слои эмоций и желаний, подавленных социальными ограничениями. Фрейд писал, «Примитивные, дикие и злые импульсы не исчезли из индивидуума, но продолжают свое существование, хотя и в подавленном состоянии». Социологи-антропологи начали эмпирическое изучение обществ, как западных, так и незападных. Еще накануне войны французский социолог Дюрк Гейм пришел к сенсационному тогда выводу, что нет фальшивых религий, они все верны по-своему. Новый подход к изучению человеческого общества был назван культурным релятивизмом, по аналогии с понятием «относительность в физическом мире». Одни приняли новые идеи с энтузиазмом, другие осудили и отвергли их. Прокомментируйте высказывания Зигмунда Фрейда и Эмиля Дюрк Гейма с позиций их современника. Противоречивый характер развития науки В условиях периодического обострения международной политики многие научные открытия и изобретения все чаще использовались в военных целях. Появились новые виды вооружения и военной техники, в том числе танки и самолеты, подводные лодки и корабли-броненосцы. Серьезные успехи, достигнутые в 1920-30-е годы в области ядерной физики, вплотную приблизили ученых к получению атомной энергии. Немного позднее ученые смогли создать атомную бомбу. Таким образом, развитие современной науки и техники приобретало противоречивый характер. С одной стороны, оно способствовало прогрессу и вело к резкому улучшению жизни и быта людей, а с другой – делало все более массовыми и разрушительными средства уничтожения. Эта тенденция проявилась уже в ходе Первой мировой войны. Литература и искусство Научный прогресс, а также войны и революции разрушили общественные традиции и поставили под сомнение прежнюю систему ценностей. Люди, все больше освобождаясь от моральных и общественных принуждений и запретов, обращались к подсознанию и природным инстинктам, миру своих сновидений, внутренним силам, управляющими их поступками. Это противоречащее рационализму направление в культуре зародилось еще в конце XIX века, но в полной степени оно проявило себя в сфере искусства после Первой мировой войны. Следствием конфликта рационального и иррационального в культуре стало разнообразие литературных жанров. Поскольку различные виды искусства взаимодействовали между собой и по-разному интерпретировались, в различных странах мира и областях культуры проявилось множество художественных школ и направлений. Многообразие стилей и методов, отошедших от классических приемов художественного творчества, получило название модернизм. Поставьте видео на паузу. Найдите авторов и названия представленных изображений. Запишите их в тетрадь. Экспрессионизм, возникший в Германии после Первой мировой войны, нашел отражение сначала в живописи, а затем в пластическом искусстве, а также в литературе, музыке и кинематографе. Произведения экспрессионистов пронизаны пессимистическим видением мира, наполнены чувствами тревоги и страха, безысходности и тоски, глубокой неудовлетворенностью окружающей действительностью. Футуризм, возникший в Италии в 1909 году, восхвалял движение, темп, скорость и нашел свое выражение в литературе, живописи, скульптуре и архитектуре. Картины футуристов легко узнаваемы по характерным особенностям, обилию ярких цветов и строгих форм, глубокому философскому подтексту сюжета, динамичности и геометричности изображений, акценте на тематиках войны и технического прогресса, стремлению автора изобразить предметы в движении. Свой скептицизм или сомнение в значимости традиционных общественных ценностей выражали крупные деятели культуры, которые не относили себя к каким-либо направлениям или школам. Например, немецкий философ и историк Шпенглер, итальянский писатель Пиранделла, австрийский писатель Кавка и другие. Противовес философии рационализма появилась религиозная и иррациональная философия, отрицающая или ограничивающая роль разума в постижении мира. Поставьте видео на паузу, прокомментируйте предложенные высказывания. В искусстве иррационализм проявился в таких направлениях, как дадаизм и сюрреализм. Уход из ирреального мира приводил к субъективизму, эстетическим поискам или к некой разновидности классицизма. Ярким выразителем сюрреализма в живописи был испанский художник Сальвадор Дали. Опираясь на дополнительные ресурсы, самостоятельно изучите творчество Сальвадора Дали межвоенного периода. Многие представители творческой интеллигенции в межвоенное время принимали активное участие в современных событиях. В Италии футуризм являлся одной из составляющих фашистской идеологии. Во Франции в 1925-1934 годах сюрреализм был идейно близок партии коммунистов. В СССР писатели, деятели искусств стали служить революции, помогали строить новое социалистическое общество. В Германии, после благотворного для культуры периода Веймарской республики, приход к власти нацистов стал настоящей трагедией для многих деятелей культуры. Они не только лишались права творить, но и нередко уничтожались физически. Гражданская война в Испании вызвала укрепление политического влияния интеллигенции во всем мире. В конце 1930-х годов Стейнбек, Хемингуэй, Арагон стали фронтовыми корреспондентами и принимали участие в военных действиях. Поставьте видео на паузу. На основе предложенных иллюстраций определите роль деятелей культуры в событиях межвоенного времени. Влияние кубизма, футуризма, экспрессионизма, использование новых материалов, а главное – новые условия жизни, связанные с развитием индустриальной цивилизации, отразились на архитектуре XX века. Хося еще продолжал существовать монументальный стиль, вдохновленный неоклассицизмом или неоготикой, ускорение темпов урбанизации потребовало от архитектуры функциональности и возведения высотных зданий. Созданное Гропиусом в Веймаре архитектурное направление Баухаус активно включило элементы пластического искусства, украшения, меблировку в архитектуру, что сделало ее более функциональной и одновременно эстетичной. Развивая новую концепцию жилища с использованием новых технологий, швейцарский архитектор Ле Корбюзье также принял во внимание урбанизм и необходимость строительства многоквартирных зданий. Таким образом были заложены основы нового направления в архитектуре – функционализма. Прокомментируйте высказывание Ле Корбюзье «Дом. Машина для жилища». В музыке смелые инноваторские произведения Стравинского, Шенберга и других отражали разрыв с традицией, но великой музыкальной революцией первой половины XX века считается появление и развитие джаза, зародившегося в Америке. Общепризнанным народным развлечением в межвоенное время стало кино. До Первой мировой войны в кинематографе доминировала Франция, а затем Голливуд в США с его вестернами и кинокомедиями немного кино. В 1920-е годы в Европе возникли две кинематографические школы – немецкая «Ланг» и советская «Эйзенштейн» и «Пудовкин». Несмотря на то, что в Европе появились такие известные режиссеры, как Ренуар и Корне, Америка сохранила мировое лидерство в кинопроизводстве. Кино, включившее в себя элементы различных видов искусства, литературы и театра, живописи и музыки, постепенно становилось мощным средством воздействия на сознание и психику людей. Подведем итоги. В межвоенное время новые технологии оказывали большое влияние на развитие средств массовой информации – радио, газет, кинематографа. Среди множества теорий и открытий первых десятилетий XX века некоторые имели глобальные последствия, например, открытие нейтрона, инсулина, антибиотиков. Развитие науки и техники приобретало противоречивый характер. С одной стороны, оно способствовало прогрессу и вело к резкому улучшению жизни и быта людей, а с другой – делало все более массовыми и разрушительными средства уничтожения. Многообразие стилей и методов, отошедших от классических приемов художественного творчества, получило название модернизм. Модернистские тенденции проявлялись в литературе, искусстве, музыке, кинематографе. Общепризнанным народным развлечением в межвоенное время стало кино, которое постепенно становилось мощным средством воздействия на всесознание и психику людей. Поставьте видео на паузу. Предлагаем вам закрепить полученное знание. Систематизируйте информацию о развитии науки и культуры в межвоенный период. Данные оформите в таблицу. Проанализируйте содержание исторического документа из работы российского искусствоведа Власова «Стили в искусстве» на странице 147 учебного пособия. Объясните, как искусство отразило достижения и противоречия XIX – начала XX века. С помощью дополнительных ресурсов определите важнейшие особенности каждого из представленных художественных стилей на странице 144-145 учебного пособия. Составьте медиа-азбуку об одном из направлений модернизма, покажите его крупнейших представителей в разных видах искусства. Домашнее задание. Изучите параграф 19 учебного пособия и ответьте на вопросы после параграфа.